Всем привет! Меня зовут Маша и добро пожаловать в новое видео! Сегодня будет рубрика, которая давно не была на канале. Мне кажется, это французские новости, вы их обычно любите, поэтому пришло время вам рассказать, что же такого произошло интересного в последнее время во Франции, в Париже. Похоже, у нас тут поселилась собака в Аскервилле, и это первая новость. У нас, как вы можете заметить, наступила осень, наверное, я сделаю вот так, потому что, хоть я и на балконе, но что-то довольно сегодня тепло. Давайте как раз с теплых новостей и начнем. И первое заключается в том, что на таможенном контроле с острова Сардини, с итальянского острова, двух французов, то есть супружескую чту, мужчину и женщину, поймали на том, что они вывозили с этого острова прекрасного с собой из отпуска в качестве сувенира песок. Ну, ладно, это песок не тот, который, знаете, там у нас остался в кедах или где-то еще, который у всех бывает. Нет, это 40 литров песка, просто 40. Почему литров? Потому что эти два предприимчивых человека решили вывезти песок в бутылках. То есть они собирались уплыть обратно во Францию, уж не знаю, откуда они, но пароход был, или как это называется, пароход, наверное, 19 век, да, ну, в общем, плавающее вот это судно, оно отходило от Сардинии до Тулона. Так вот, как раз на этом самом корабле, назовем его так, в багажнике их авто обнаружили 14 бутылок доверху, наполненных этим самым белым сардинским песком. Супруги, конечно, сделали такие круглые глаза и сказали, а что такого? И, ну, на самом деле, может быть, они и правда не знали, но теперь им грозит до 6 лет лишения свободы. Дело в том, что на Сардинии нельзя, точнее, с Сардинии нельзя вывозить песок, ракушки, вот всякие там, не знаю, все, что валяется на пляже, скажем так, ну, кроме мусора, я не знаю, если там мусор, ну, в общем, какие-то такие природные элементы вывозить нельзя, потому что считается, что это разрушает экосистему вот этого вот самого острова. И тем, кто ослушивается этого закона, грозят штрафы до 3000 евро. А тут вы представьте себе просто 40 килограмм песка. Я не знаю, куда они собирались его высыпать, если честно. Кстати говоря, во Франции тоже запрещено с пляжей вывозить всякие там ракушки и песок и все такое. Ну, как, если вы, например, подберете три ракушки или там в баночку наберете себе песка, никто вам ничего не скажет, потому что разрешается такое умеренное, скажем так, использование, что ли, умеренный какой-то вывоз. Но если это все предполагается на продажу, тогда там будут крупные штрафы, в общем, тоже довольно все серьезно. И, кроме того, есть несколько мест, в числе которых, например, Этрета, то есть это очень такое известное место в Нормандии, откуда вообще запрещено увозить ракушки. То есть, если вы там собрались подобрать с пола какие-нибудь кукияжи и крюстасы, то лучше этого не делать, потому что я не знаю, конечно, что будет. И, наверное, все-таки нужно, чтобы вас заметил какой-то представитель полиции или чего-то такого. Но, мне кажется, все-таки, наверное, не стоит нарушать запреты, потому что они придуманы не просто так и не для того, чтобы насолить, что ли, туристам. Следующая новость заключается в том, что на таможне, мы, видите, да, продолжаем такую логическую цепочку, в Украине обнаружили грузовик, в котором было 98 картин, которые приехали из Франции. Эти картины были, как вы понимаете, вывезены или ввезены, не знаю, в Украину нелегально, потому что они были спрятаны среди рам и не были задекларированы, соответственно. Француз, который является официальным получателем этого груза, не пришел за своими картинами, не знаю почему. Но, на самом деле, среди них есть такие довольно старые экспонаты, потому что одна картина, например, была написана в начале 19 века, то есть, как вы понимаете, возможно, они представляют какую-то ценность. Я тут щурюсь, потому что у нас решило выйти солнышко, если что, то я буду немножко с прищуром сегодня в видео. Следующая новость тоже будет связана с искусством. Помните, я вам некоторое время назад рассказывала о том, что при ремонте в бутике Оскар де Лоренто нашли огромную картину, там несколько метров на несколько метров размером. Действительно, очень ценное полотно. Так вот, мы все-таки находимся во Франции, и тут продолжают находить интересные картины, только в этот раз картина была не в каком-то доме, там, замурованная, то есть, ее нужно было действительно найти, ее нужно было раскопать, скажем так. Нет, здесь картина, которая оказалась действительно шедевром прото-ренессанса, то есть, представляете, это еще вообще до даже периода Возрождения, висела просто над плитой, буквально просто над плитой на кухне. Во мне сейчас умер маленький просто реставратор искусства, который, видимо, где-то глубоко сидит, потому что, представьте себе, весь этот жир, грязь, и все вот это вот просто чадило, я не знаю, сколько столетий просто на эту картину. Хозяйка сказала, что она думала, что эта картина просто какая-то древняя икона, тоже нормальная, да, вообще, место для иконы над плитой, я не знаю, я не религиозна, но мне кажется, это поменьше мере странно, даже икону какую-то старую хранить в таком месте, но тем не менее. Так вот, оказалось, что эта картина была написана в 1280-м, просто на минуточку году, учителем Джотто и просто каким-то супер таким, как сказать, известным художником прото-ренессанса, его звали Чимабуэ, мне он, к сожалению, не знаком, а если он вам знаком, то, браво, вы молодцы, история искусства, это ваш конек, но тем не менее, это вот эта маленькая картина, потому что там действительно буквально 20-30 сантиметров примерно, она, то есть, она буквально небольшая, точнее, вот так. Она является частью диптиха, и этот диптих состоит каждый, по-моему, из четырех частей, и вот из всех этих восьми частичек большого, скажем так, полотна было найдено до сих пор только две, получается, сейчас уже вот с новой три, и при этом одна из вот этих вот двух прежде найденных была также обнаружена просто в частном доме Великобритании. А что же будет с этой картиной сейчас? Ее выставят на аукцион и собираются за нее выручить 4-6 миллионов долларов, так что присмотритесь, не висит ли у вас над плитой какой-нибудь тоже шедевр прото-ренессанса, кто его знает. Теперь давайте немного к более серьезным новостям. Во Франции с января 2020 года собираются запретить, точнее, убрать из свободной продажи процетамол, аспирин, ибупрофен, то есть вот такие вот самые популярные, что ли, анальгетики, которые каждый из нас использует, если у него болит голова, не знаю, отваливается хвост и ломит лапы, и действительно французы озаботились этим, потому что эти лекарства часто используют, скажем так, без оглядки на противопоказания, на передоз, ну а передозировка чревата довольно тяжелыми последствиями, там, для печени, для почек, там, большой список, в общем. И так как эти лекарства просто можно брать в аптеке с пола, то есть они никаким образом не контролируются фармацевтами, решили, что это все-таки плохо, особенно для людей, у которых могут быть какие-то противопоказания, они не будут проинформированы, потому что, ну, давайте честно, мало кто читает все-таки вот эти вот простыни, которые складывают там в коробочке лекарств. Если, например, женщина беременна, это тоже может быть опасно. Ну, в общем, решили все-таки убрать эти вот коробочки за спину фармацевта, то есть теперь нужно будет попросить фармацевта вам это дать, и, соответственно, получить еще и консультацию от фармацевта о том, что можно делать, что нельзя, как принимать, и плюс еще на упаковку тоже поместят надписи большим шрифтом о том, как нужно все-таки правильно использовать эти лекарства. Следующая серьезная новость касается протестов в Гонконге. Я думаю, что, наверное, многие из вас слышали, что там сейчас происходит действительно, ну, не то чтобы гражданская война, но там довольно серьезные протесты. Так вот, протестующие захватили в какой-то момент аэропорт, ну, как захватили. Ну, в общем, они там пришли туда и там остались, скажем так. И оказалось, что в мире знают не только Марсельезу, как такой гимн свободы и, не знаю, чего-то такого народной власти, а в Гонконге использовали другую песню, то есть вот эти самые демонстранты, они уселись в аэропорту на пол и пели песню из отверженных. Если вы смотрели экранизацию мюзикл, который был буквально несколько лет назад, там эта песня точно была, называется она Do You Hear The People Sing? То есть, слышите ли вы песню народа? Так вот, эта самая песня и раздалась в аэропорту сначала, а потом просто разлетелось по всему миру это видео. Так что вот, может быть, у людей, борющихся за какие-то свои права, за свободы, появится новый гимн, посмотрим. Интересно, вообще думал ли когда-то... Конечно, нет. Потому что вообще это за мысли такие, я хотела сказать. Думал ли Виктор Гюго по-русски, что когда-то его, скажем так, произведения отвержены в каком-то виде, то есть здесь в виде песни, будет использовано вот для борьбы за свободу у последующих поколений, буквально через практически 200 лет после событий, которые он описывает. Следующая новость касается буквально этих выходных. В Пады Колена шли очередной неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны. И вообще, в принципе, их находят довольно часто, то есть примерно раз-два в неделю находят какие-то действительно отголоски. Но в этот раз это громадный экземпляр. 250 килограмм весит американская бомба неразорвавшаяся. И, соответственно, ее нужно как-то ликвидировать. Бомбу эту притащил к берегу рыбак. Я вообще не представляю как и зачем, самое главное. И вообще, а если бы она... Короче, ну, в общем, теперь ее нужно нейтрализировать. Нейтрализовать? В общем, ее нужно взорвать подальше ото всех. Делать это будут в море. И вот здесь у меня возникает вопрос, а как же рыбы и прочая живность? Не знаю. Если вы знаете, то напишите. Может быть, лучше бы это сделать было под землей. Ну, давайте, ладно, не будем. Все-таки как-то думать над деятельностью профессионалов. Наверное, они знают, что делают. Тем не менее, людей эвакуировали. А это 25 тысяч человек. Немало, немного, да? И те, которые, конечно, в непосредственной близости живут от берега, их вообще эвакуировали оттуда. А все остальные должны будут сидеть дома и не высовывать носа. Следующая новость тоже к нам пришла из Севера, из Нормандии. Там девушка делала ремонт в своей квартире, в своей новоприобретенной квартире, но квартира в старом доме. И там она нашла 73 тысячи франков в мелких купюрах. Девушка просто, на самом деле, меняла там оконную раму или что-то такое. И буквально ей высыпались к ногам все эти купюры, которые были засунуты куда-то за стекловат, в общем, куда-то за изоляцию. Представьте себе, какой, конечно, был шок, радость у этой девушки. Но потом она поняла, что это франки, и потом она вспомнила, что франки с 2012 года больше не меняют. Вот такая вот невезуха, я бы сказала. Потому что, если бы эту заначку, представьте, кто-то обнаружил всего лишь 7 лет назад, можно было бы выручить чуть больше 11 тысяч евро, что, конечно же, весьма такие приличные деньги. На этом новости Севера не заканчиваются, потому что жители маленького городка, называется который Лондель, по-моему, а если быть точным, 839 жителей городка остались, о ужас для француза, без самого главного человека в городе. Его уже нет с где-то лета 2018 года, то есть уже больше года. И вот как вы думаете, что это за человек? Раз, два, три. Это правильно пекарь. Булочник. Нет хлеба, нет хлеба у людей. Им нужно в соседнюю деревню за хлебом ездить. Это вообще для французов ситуация, конечно, такая за гранью. И поэтому, чтобы привлечь вот в эту маленькую деревушку к себе все-таки человека, которому испечет с утра хрустящий багет, жители устроили флешмоб. Они решили станцевать и таким образом привлечь все-таки, да, к себе самого важного для них человека. Я не знаю, кто-то откликнулся или нет, но внимание они не себе точно этим привлекли. Давайте все-таки держать кулачки за этих людей, что у них получится то, что они задумали. Случай, о котором я хочу рассказать, произошел на Стаде Франс, то есть это такой главный стадион, что ли, Франции, Парижа. Там играют все самые главные матчи, там выступают все самые звездные звезды. Так вот, именно там проходил футбольный матч Франция-Албания в рамках отборочного тура к Евро 2020. Ну и все вы знаете, конечно, наверное, что перед матчем всегда играют гимны команд, которые в этом матче, собственно говоря, участвуют. Курьез касается как раз гимна. Вместо гимна Албании включили гимн Андоры. Естественно, фанаты, болельщики и, собственно говоря, сами игроки очень удивились. Это так, мягко говоря, вообще отказались продолжать игру и продолжать матч, пока не включат им собственный их гимн. Это, конечно, можно понять. Естественно, это нормально, мне кажется, требование. Естественно, матч задержали. Там, по-моему, на несколько, не знаю, минут 5-10 минут пришлось задержать, потому что пока искали вот этот гимн. Но на этом косяки не закончились, потому что перед тем, как включили нужный гимн, директор стадиона принес свои извинения и тут внимание армянским болельщикам. Такая кринджи ситуация. И призвал уважать армянский гимн. Как бы и смех, и грех на самом деле. Но, в общем, да, потом ему пришлось извиняться по новой, потому что он снова перепутал. Но вот такая была ситуация. По итогам встречи, кстати, Франция Албанию обыграла 4-1. В общем, сложный был день у албанцев. Последняя новость на сегодня касается буквально недавно закончившейся в Париже недели моды Prêt-à-Porter. И, конечно же, я думаю, вы знаете такой бренд, как Chanel. Это всегда самое, ну или одно из самых главных дефиле вообще сезона, потому что они всегда устраивают невероятное шоу. Туда действительно сложно попасть, если вас не пригласили. Ну, в общем, на Chanel действительно сложно попасть как-то какими-то окольными путями. На этом вот таком вот допросто секунд отрепетированном дефиле Chanel произошел курьез. На подиум во время финальной проходки вышла дама, такая одета, скажем так, в такой винтажный образ под Chanel. Не знаю, был ли у нее действительно лук от Chanel, но был просто такой твидовый комплект, шляпка. Прямо перед лицом у, ну если не самой, то одной из самых высокооплачиваемых, известных моделей, Джиджи Хадид. Так, конечно, немного опешило, видев такого гостя. И после этого выпроводила ее, надо, кстати, скажем так, признать самообладание Джиджи, она просто ее так вот мягко, скажем так, но настойчиво выпроводила с подиума. Потом выяснилось, что это дама, французская комедийная актриса, которую зовут Мари Бенольель, по-моему, так, которая в инстаграме живет под ником Marie Saint-Filt, то есть Мари, которая проникает везде, и до этого она уже проникла таким способом в шоу Etam, шоу нижнего белья. Она там была одета, конечно, совсем не по стандартам, скажем так, таких шоу, но тем не менее ее не заметили, или, по крайней мере, заметили не сразу. То есть она там прошлась туда-сюда, встала ко всем в общую группу. На Шанель, как видите, ее быстрее все-таки заметили и выпроводили. И в интернете развернулась целая дискуссия, я бы сказала, тех, кто считает, что показы должны быть более доступны, соответственно, они поддерживают деятельность Мари, говорят, что это просто великолепно, молодец, продолжай, так и надо, так и надо этим всем лухарь и представителям. Другая группа считает, что все-таки действительно в такие, такого рода события вкладывается очень много труда, и многие люди, скажем так, будут подставлены, пострадают вот от такого, от таких действий, и считают все-таки, что это неуважение скорее к представителям бренда, к людям, которые трудятся очень часто день и ночь, когда готовятся к показу. В общем, я не знаю, как вы считаете, где на чьей стороне правда, я вообще в этой ситуации считаю, что главный самый косяк и минус это тем, кто, во-первых, отслеживает, кому приходят приглашения, и следующий косяк это у фейс-контрольщиков, хотя там, ну, такой себе фейс-контроль всегда на, скажем так, когда вы проходите на показ, там смотрят в основном на приглашение. Так вот, но все-таки, и это, конечно же, большой минус, на мой взгляд, сотрудникам безопасности, потому что, ну, если кто угодно может забраться вот так на подиум, то я вообще не знаю, зачем они там нужны, эти сотрудники безопасности, вот, вот такие мои мысли. Ну что, на сегодня тогда будет все, у нас уже куда-то скрывается солнце, хотя полдень, полдень в октябре, в дождливом. Так вот, надеюсь, вам было интересно, забавно послушать, и до встречи в новых видео, уже совсем скоро кофейный гид готовится. Пока.